Всем привет, с вами Мимико, я продолжаю проходить Undertale, и мы продолжаем изучать водопаде. Кто-то в первый раз, кто-то нет, но тот, кто в первый раз это делает, предупреждает, что будут спойлеры. Здесь мы пытаемся добиться определенной концовки, поэтому если вы хотите просто ознакомиться с игрой без особых спойлеров, то рекомендую вам перейти в плейлист с нейтральным прохождением, он есть на канале. Ну, а здесь я сделала тогда сохранение, и хочу прочесть еще таблички. Люди, напуганные нашей силой, объявили нам войну. Атака их была внезапной и беспощадной. Так, а здесь нам нужно обойти, окей. Это побоище, с натяжкой можно было назвать войной. Объединившись, люди стали невероятно сильны в то время, как мы слишком слабы. Ни одна душа не была поглощена, и почти все монстры были обращены в прах. Грустно. Конечно, прям очень грустная история. Так, здесь мы ждем ондайн, да? А, ну, почти, хорошо. Ох. Все, надо бежать. И бежать надо аккуратно. Лучше больше тормозить, чем попасть плохо. Благо, что она это делает не очень быстро, поэтому терпимо. Ааа. Так, окей. Не туда. Не туда. Ааа. Ну, блин, а куда идти-то? Каждый раз одно и то же здесь, понимаете? Это я зря. Это я сама виновата. Они, по-моему, быстрее начали... Появляться. Вообще, я не помню настолько большой площадки. Так, хорошо. Мы куда-то прошли, во всяком случае. О, все. Хорошо, я прошла. Ну, не совсем. Вроде, звук раздавался отсюда. Ох, ты упал, верно. Ты в порядке? Давай, вставай. Мим. М? Какое хорошее имя. Мое имя. Ну, да. Это вот та самая ситуация, когда я еще не понимаю, в чем суть. Вот, то ли от концовки это все-таки зависит, но явно вот в этих фразах, которые были только что, был очень большой смысл. Очень большой смысл. И хотелось бы, конечно, его узнать получше. Куча мусора. Вы узнаете несколько торговых марок. Похоже, что водопад сейчас потолкает и пещеры. Иногда какой-нибудь мусор проплывает по нему и падает в бездонную пропасть. Наблюдая за этим бесконечным потоком бесполезного мусора, вы наполняетесь решимостью. Я, кстати, эту часть не очень-то хорошо помню. А, сами мы свалиться вниз не можем. Хорошо. А, я вспомнила, блин, хорошо, что здесь действительно есть сохранение. Выпустили свою руку на ржавый велосипед. Его звонок хрипит в большом отчаянии. Разбитый настольный компьютер. Пуст внутри. Это мини-холодильник. У него нет бренда и выглядит он нетронутым. Внутри пара замороженных тюбиков еды астронавта. Взять один? Мм, да. Вы взяли паёк астронавта. Слушайте, а второй? Да. И второй мы взяли. Коробка от диска с анима. Края покрыты отчаянными царапинами от когтей. Манекен. Я помню, что с ним был какой-то прикол. Какой? Точно не помню. Но, черт, игнорировать я его и буду. Выглядит как обычный тренировочный манекен. Хочешь его побить? Нет. Некоторое время вы смотрите друг другу в глаза. И вот сейчас он на меня должен напасть. Да. Помню, это было стрёмно. То, что я его проигнорировала. Ха-ха-ха. Слишком запуган, чтобы сразиться со мной, да? Я призрак, живущий внутри манекена. Мой родственник тоже жил внутри манекена. Пока не пришёл ты. Когда ты заговорил с ними, они думали, что это будет приятный разговор. Но то, что ты сказал... Ужасно, шокирующе, невероятно. Это выпугнуло их из манекена. Человек, я выпугну твою душу из твоего тела. Безумный манекен преграждает дорогу. Музыка. Музыка сразу же обо всём говорит. А говорить. Ты говоришь с манекеном. Кажется, он не расположен к разговору. Никому от этого не лучше. Хило, хило, хило. Так, окей, здесь самонаводка. А, блин. А, всё, я поняла. О, вы пустоголовые. Смотрите, куда стреляете своей магической атакой. Эй, ты, забудь всё, что я говорил о магии. Безумный манекен нервничает. Эм... То же самое, я попыталась с ним поговорить. Такой же диалог. Я разгромлю тебя и заберу твою душу. Манекен пристально смотрит в зеркало, а затем поворачивается к вам с тем же выражением лица. Здесь всё ни к чему не приводит. Я использую душу, чтобы перейти барьер. Безумный манекен танцует с ка без рук. Так, он всё ещё не хочет со мной говорить. Меня поставят у окна дорогого магазина. Безумный манекен безумно прыгает. То же самое, он не хочет со мной разговаривать, просто я его не хочу бить. Потом всё, что я захочу, будет моим. Безумный манекен накидал ваты вокруг диалога. Безумный манекен. Что? Да, я считаю это месси из-за моего кузена. Оу. То же самое. Как там его зовут? Плевать, плевать, плевать. Всё то же самое, ничего пока не меняется. Печально, печально, печально. Глупый, глупый, глупый. Хило, хило, хило. Ну, я так понимаю, сейчас будет просто набор фраз некоторых спамить. То, что я так понимаю, мы должны были немного раньше его победить. А у меня бой с ним немного затянулся, получается. Эй, ребят. Чучело, чучело, чучело. Помните, как я говорил, не стрелять в меня. Что ж. Отбросы. Вы все уволены. Теперь ты узришь мою истинную мощь. Полагайся на проверенных людей. Механический шум наполняет комнату. Подождите, а мы не можем сейчас поговорим? Нет? Никак? Робоманекены. Магический залп. Мама! Это что сейчас было? Наша судьба в твоих руках. Мим, сохраняй решимость. Вот теперь сейчас мы на том моменте, где в прошлый раз меня убили. Есть. В него попала. Манекен пристально смотрит в зеркало, затем поворачивается к вам с тем же выражением лица. Мне пора кушать. Доброженное. Оно такое же сладкое, как и ты. Вы восстановили 15 очков здоровья. Робоманекены, вы ужасны? Охренеть, просто как больно. Пахнет магазином одежды. Еще доброженное на всякий случай. Финальная атака, говорят. Блин, хорошо, что я еду. Ужас. Ну, невозможно. Эти ребята даже хуже, чем те. Плевать, плевать, плевать. Мне не нужны друзья. У меня есть ножи. У меня... Кончились ножи. Но это не имеет значения. Ты не можешь ранить меня. Я не могу ранить тебя. Ты будешь сражаться со мной, вечность. 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 Господи, как он беснуется мило. Что? Что еще это? Это еще что? Ар, кислотный дождь. Ох, забудь. С меня хватит. Привет. Прости, я прервал вас, не так ли? Как только я прилетел, твой друг тут же ушел. О нет, вы вроде как веселились. О нет, я просто хотела поздороваться. О нет. Ну, теперь я пойду домой. Ой, ам, заходи как-нибудь, если захочешь. Но я не настаиваю. Я пойму, если ты занят. Все в порядке. Не волнуйся. Просто захотелось предложить. Ну что ж, мы прошли это место. Эй, мой дом здесь. На случай, если ты хочешь взглянуть. Или на случай, если не захочешь. Вы чувствуете успокаивающую безмятежность. Вы полны решимости. Прошли мы это место. И думаю, что прям тут я сделаю сохранение. Потому что для меня это прям лично насыщенно. И хочется как-то все-таки отделять. И побольше, знаете, чтобы было понимание, что будет конкретно в этом выпуске. А кому-то, может быть, будет полезна тактика, которой я, в принципе, не могу похвастаться со своей стороны. Но так или иначе. Подписывайтесь. Ставьте лайки, кому понравилось и было полезно. Оставляйте ваши комментарии. Всем пока-пока. И до встречи.